Провести спецоперацию по демилитаризации Североатлантического Альянса. А мне наплевать сказать, сука, мы все придем и всех вас убьем. Только что вы видели то, что видят россияне каждый день в телевизоре. В Москве, в Петербурге, Новосибирске, Владивостоке. А также в небольших городах и деревнях по всей стране. Ну, например, вот деревня Василькова Нижегородской области. Или вот здесь, Светлогорск Калининградской области. Телевизор активно смотрят и здесь, в Березняках, Пермского края. Эти фотографии мы показываем вам не просто так. Вот, видите эти тарелки? Обратите внимание, обшарпаны, полуразваленные дома, разруха, классическая умирающая русская деревня. Но буквально на каждой избе тарелка. А знаете, что это за тарелки? Это антенны для приема спутника ВТВ от российской компании Триколор. Вот именно она транслирует на огромную аудиторию всю эту бесконечную пропаганду, отрывки которой мы показали вам вначале. По итогам второго квартала 2022 года абонентская база Триколора составляла более 12 миллионов домохозяйств. Триколор – лидер по числу клиентов среди операторов ВТВ в Восточной Европе. А знаете, что еще объединяет все эти регионы, кроме тарелок Триколора? А вот что. Все они входят в двадцатку регионов, которые понесли самые большие потери на войне в Украине. Вот смотрите, Кострома потеряла за время войны как минимум 77 человек. Из Нижнего Новгорода погибли 103 человека. Потери Пермского края – 119 человек. И это только те, о ком мы знаем из открытых источников. Реальные потери российской армии могут быть в два, в три раза выше. При этом хуже всего ситуация в беднейших регионах, где и люди с мизерными зарплатами и кредитами на покупку бытовой техники идут воевать просто потому, что им обещали высокие зарплаты. И им кажется, это быстрые и легкие деньги. Еще потому, что им бесконечно промывают мозги по телевизору, накачивая их антиукраинской пропагандой. Им рассказывают о нацистах в Киеве. И они начинают считать, что это не просто вторгаются в соседнюю страну, а защищают родину. Это именно они уходят на войну и погибают там десятками. Так вот, компания Триколор, вернемся к ней. Вещание на всей территории России Триколор ведет через спутник, который называется Евталсад. И принадлежит он европейской компании Евталсад. При этом ни одна компания в России не может вещать без так называемого Первого мультиплекса. Ну, это такой пакет телеканалов, которые оператор обязан транслировать. Ну, иначе просто отберут лицензию. В него как раз входят все эти бесконечные Первые каналы, Russia Today и так далее. И что характерно, операторы не имеют права брать деньги за вещание Первого мультиплекса. А это значит, что он должен вещать всегда, даже если абонент не платит. После начала войны многие европейские страны ограничили вещание российских госканалов, но не все. Некоторые продолжили работать с российскими компаниями и помогать им распространять пропаганду. Ну, ничего личного, just business, как говорится. И одна из таких компаний как раз Евталсад. Мы несколько раз обращались к их руководству. Мы написали открытое письмо с требованием разорвать контракты с российскими компаниями, которые транслируют пропаганду. И это письмо, кстати, подписало почти 3600 человек. Но в компании нам так и не ответили. И, кстати, не только нам. После начала войны главу Евталсад Ева в Бернаке начали критиковать все мировое сообщество. Но компании продолжают работать с Россией. Мы считаем, что время слов и убеждений кончилось. Пропаганду нужно остановить прямо сейчас. Она уже сыграла решающую роль в развязанной Путином войне. И продолжает накачивать людей агрессией. Они продолжают уходить на войну и убивать. Мы предлагаем внести руководителей компании Евталсад в список разжигателей войны. Вместе с ними также, конечно же, должна оказаться их российская коллега, глава Триколора Елена Полозова. И мы требуем, чтобы компания Евталсад прекратила помогать российской пропаганде. Европейский бизнес обязан придерживаться тех принципов, которые декларирует правительство Евросоюза.